Если вы людь, то вы человек. Ты отвлекаешься, ты не смотришь на меня. Всем привет, меня зовут Аня. В этом видео мы с вами поговорим о том, как правильно смотреть сериалы и фильмы на английском языке. Как вы знаете, в английском, как и в любом другом языке, есть четыре основных навыка. Говорение, восприятие на слух, чтение и письмо. Чтение и письмо мы легко тренируем изолированно, самостоятельно. Если мы тренируем говорение и восприятие, нам все-таки нужен какой-то человек, который будет с нами разговаривать и слушать нас. Но, спешу сообщить, что и восприятие тоже мы можем тренировать самостоятельно, без участия других людей. Как это сделать? Очень просто. Мы с вами будем смотреть сериалы и фильмы на английском языке. Почему вообще восприятие оказывается таким сложным навыком для нас? На это есть очень много причин. Во-первых, кто-то быстро говорит. Мы не поняли. Может быть, он быстро разговаривает. Или вообще, мы редко сталкиваемся с носителями английского языка. Но все же основная причина, почему нам трудно понимать кого-то, кто говорит на английском, это элементарное незнание слов английского языка. Но еще раз спешу вас расстроить, что если вы просто возьмете и выучите пять тысяч слов, это не значит, что вы сразу же заговорите на английском языке и начнете его магическим образом понимать. К сожалению, просто знание слов не гарантирует вам владение английским языком. Но знание слов из этого или другого сериала поможет вам понимать, о чем говорят ваши любимые герои. Чтобы эффективно смотреть сериалы и фильмы на английском языке и не испытываясь при этом страданий, вам нужно выполнить следующие пять шагов. Во-первых, нам нужно выбрать сериал, который подходит конкретно под ваш уровень английского языка. Если вы только начинаете его учить, но уже хотите что-нибудь смотреть прямо на английском, вы можете смотреть экстра. Если это для вас слишком просто, и вы уже продолжаете учить английский, уже что-то понимаете, можете начать с какой-нибудь классики типа друзей или офиса. Жесточайшая классика! Во-вторых, нам нужно найти транскрипт вашего сериала. Это не субтитры, это диалоги героев из той или иной серии. Для того, чтобы найти транскрипт в интернете, достаточно просто забить название этого сериала и слово «транскрипт» или просто «скрипт». И вы найдете множество сайтов, где есть транскрипты ко всем сериалам в мире. В-третьих, нам нужно выучить неизвестные слова из этого сериала. Берете одну из серий, выписываете новые неизвестные для вас слова. Для этого не нужно читать сам текст этого транскрипта. Просто выбирайте то, что вы не знаете, как перевести на русский язык. Затем очень легко загоняйте этот список в любой переводчик, хоть в гугл. Он вам говорит, как переводятся эти слова с английского на русский. И вот перед вами готовый список слов, которые вы можете запомнить. Если вы не знаете, как эффективно запоминать большое количество слов, пройдите по ссылке в описании и посмотрите видео. Не переживайте, если вам придется выучить 100-200 слов, для того, чтобы посмотреть первые серии. Большинство ситкомов имеют довольно ограниченную словарную базу. И при просмотре каждой следующей серии вы будете выучивать все меньше и меньше новых слов. И к концу первого сезона или к середине второго вы увидите, что у вас остается, может быть, 10-15 новых слов, а может быть, вы просто понимаете абсолютно все, и вам не нужно никаких ничего. И вам вообще не нужно учить новые слова. В-четвертых, мы наконец-таки переходим к просмотру той самой серии, к которой вы готовились. Чтобы посмотреть ее на английском языке, выключите субтитры. Убедитесь в том, что их просто нет. Они не существуют. Нету! Уничтожить субтитры! Потому что субтитры помогают нам прокачать навык чтения. А мы с вами хотим научиться понимать английскую речь на слух. Поэтому выключаем субтитры, смотрим серию. Если вдруг оказывается, что даже в этой ситуации, когда вы знаете все слова, вы не понимаете, о чем идет речь, возможно, герои говорят слишком быстро. Тогда нужно просто понизить скорость до 50%. Да, это будет звучать немного странно. Но вы начнете понимать, о чем они говорят. Потом со временем вы сможете дойти до нормальной скорости и уже смотреть сериалы и без субтитров, и в нормальной скорости. Пятый шаг. Мы с вами выучили слова, посмотрели серию, поняли, о чем идет речь. Что нам остается делать теперь? Сейчас мы с вами должны повторять эти самые новые слова, чтобы они не улетучились из нашей головы. Если вы выучите сегодня слова, посвятите следующие три дня, ну не три дня, а целиком, минут по 5-10 повторению этих самых слов. Затем вернитесь к ним через неделю, через еще две недели и через месяц. Именно таким образом эти слова закрепятся в вашем активном словарном запасе. А теперь к вопросу, какие же сериалы смотреть. Ну, конечно же, в первую очередь я хочу посоветовать всем посмотреть друзей, friends, потому что, сами знаете, шутки на языке оригинала это не шутки в переводе. Офис. Если вы когда-то работали или сейчас работаете в офисе, этот сериал для вас. Третий сериал How I Met Your Mother либо Как я встретил вашу маму в переводе на русский язык. Это тоже ситком, очень смешной, легкий. Всем, кто не хочет напрягаться, хочет просто посмотреть что-нибудь на английском языке, не супер заумное, этот сериал для вас. Он не заумный, легкий, смешной, прекрасный. Очень funny. Я не смотрела. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. То же самое касается и следующего сериала. На английском он называется Modern Family. На русский его перевели как Американская семейка. Из названия понятно, что речь пойдет о типичной американской семье, о ее неурядицах и курьезных ситуациях. Грейс Анатоми и Хаус, либо как его называют Доктор Хаус на русском языке. Два сериала, которые понравятся тем, кому нравятся истории про больницы, докторов, болезни и вот это вот все. Седьмой сериал The Big Bang Theory подойдет тем, кто понимает что-то в физике, химии, во всех точных науках. Это не я. Если вы любите мистические истории про пришельцев, захват планеты и все такое, вам понравятся старые добрые X-Files. В 2018 году у них вышел новый сезон, поэтому те, кто соскучились по агентам Скали и Маудеру, вперед смотрим X-Files. Если вам нравятся истории о том, как люди застряли на необитаемом острове, вам понравится сериал Lost или, как его на русский язык перевели, остаться в живых, в нем рассказывается о группе людей, которые выжили после авиакатастрофы и пытаются разгадать тайну мистического острова, который, как они думают, необитаем. Но на самом деле, обитаем. И там такое, такое в этом сериале, боже мой. Ну, а если вы любите детективы, вам понравится культовый британский сериал Шерлок, созданный по мотивам одноименной книги Артура Конан Дойла. Ну, а если ваши дети хотят посмотреть что-нибудь на английском, я посоветую старого доброго Альфа или мультики типа Рика и Морти, Времени приключений, Симпсонов или Футурама. Южный парк советовать не буду. Итак, мы с вами научились, как правильно смотреть фильмы и сериалы на английском языке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажать колокольчик, чтобы первыми получить уведомления о следующих видео, а в комментариях напишите, какой фильм вы хотели бы посмотреть в оригинале. Именно тот из них, который наберет большее количество комментариев, и станет фильмом, из которого мы выберем 15 самых полезных фраз и разберем их вместе. Всем пока! Скажи, что нормально! На температуру поднимается. Размечтала, что сразу скажу, такая тема. Все, с вами моя передача окна. Все, пока. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!